Всем доброе утро! Я с утра уже на кухне делаю сырники. У нас сырники практически через день, потому что мы любим творог. На 3 пачки творога кладу 3 столовые ложки манки. Я делаю с манкой, кто-то делает с мукой, кто как. Я еще только умылась, особо даже не причесывалась. Сейчас быстренько сделаю, пока Денис с Максимкой сидит. Потом его покормим. Сегодня, наверное, родители заедут. Они вчера отвезли свою машину для установки сигнализации и для тонировки. Сигнализация, по-моему, сказали 10 тысяч стоит, но это такая, которая только с ключа открывать, без пикалки. А тонировка 5 тысяч. Мы свою тонировали за 3. Вот цены уже поднялись. А кто не знает, у мамы с папой новую машину. Они приобрели новую машину. Но она, конечно, не новая. Она для них новая. Она довольно-таки старая, поддержанная. Ей уже 10 лет. Но просто своя у них была совсем-совсем плохая. К тому же невозможно было ездить. Она вся полностью сгнила. Ей было 20... 21 год ей был. Поэтому они приобрели новую. Мы за них очень рады. Вот. И они сейчас доделывают то, что на машине нужно было. У нее не было вот зимних колес. Они купили, я вам показывала. И сейчас вот установили сигнализацию и затонировали заднюю часть машины. В принципе, там все. Остальное там все в порядке. Также на 3 пачки творога я кладу примерно 3 столовые ложки сахара. Такие без горки. Кто любит слаще, можете больше уложить. Я иногда даже меньше кладу. Соль обязательно. Соль. Я кладу где-то даже вот. Вот такую ложку. Она, конечно, не чайная. Может, поменьше. Вот так. 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 Хватит. Я люблю, чтобы они были такие сладко-соленные. Ну, чтобы соль чуть-чуть. И вот на 3 пачки творога, в принципе, надо 3 яйца. Но я смотрю. Я разбиваю яйцо. И смотрю. Иногда 2-2 достаточно. Бывает вполне. Потому что, тем более, яйца у меня крупные. В этот раз положу еще изюм. Потому что он у меня есть. Если нет, то не кладу. Это не обязательно. Вот. И теперь буду руками вмешивать и смотреть по консистенции. Муку я никогда в сырники не кладу. Я не люблю муку в сырниках. Я только обваливаю. Обваливаю либо в рисовой, либо в кукурузной. Вот. Смотрю по консистенции. Видите? Уже жидковато. Даже 2 яйца тут будет много. Поэтому 3 точно не буду класть. Вот должно лепиться. Вот из этого уже тяжело будет лепить. Вообще, должен быть еще посушить творог. Но, в принципе, это нормально. Я уже привыкла к такой консистенции. Я их сейчас в муку. Они нормально будут себя вести. А лучше, чтобы вообще как глина были. Знаете, чтобы лепить из них. Но этот творог должен быть соответствующий. Так. Что готовлю для Максимки? Меня просили все-таки показывать. Те люди, кому это интересно. Остальных, остальных, ну, как хотите. Видите? Вот такие овсяные хлопья у меня без молока. Они подходят для 5 месяцев. Маму уже 6 пошел. Вот. Они только закипячиваются. Надо их только вскипятить вот так вот. И все. Видите? Они сразу уже сварились. Сделаю быстренько обзор на Фаберлик. Тут у меня, в принципе, все знакомое. Которое я постоянно и за раз в раз заказываю. Это вот такие гели-кондиционеры для мытья посуды. Очень нравится. И не только мне, а вообще всей семье. Всем раздаю. Все довольны. Кожу рук оставляют мягкой. Не портит так, как Ферри. И хорошо отмывает. Не оставляет запаха лишнего на посуде. Взяла вот это средство. Тоже слышала о нем хорошие отзывы. Это в основном берут те, у кого есть животные. Ну, тут нарисованы собаки, кошки. А запаха? Да. Без следов и запаха. То есть очищает и обеззараживает дом, если у кого-то есть животные. И вот у него содержится эфирное масло лаванды. И именно лаванда кошек не отпугивает. То есть можно... Ну, если, например, с хлоркой воды помыть, то... Воды. Если с хлоркой полы помыть, то кошки чувствительны к запаху хлорки. А если вот с этим средством с лавандой, в общем-то, им это никак не повредит. Я взяла... Я добавляю такое средство, когда мою полы. Просто капельку капаю. Получается и антибактериальный эффект, и пахнет вкусно, и полочищен. Взяла вот эту серию Эксперт шампунь. Я практически уже все их попробовала. Остался вот такой. Это идет два в одном шампунь и бальзам. Я тоже люблю, когда два в одном. Мне надо их... Ну, сначала шампунем, потом бальзамом. Здесь, короче, одним разом двух зайцев с гиалуроновой кислотой идет. И пахнет тоже вкусно. Одно из средств этой серии мне не понравилось из-за запаха вот такого цвета. Там тоже флакончик. А вот это мне понравилось. Репейный бальзам взяла тоже для волос. Мне, если честно, все равно, чем мать голову. У меня одинаково абсолютно волосы себя ведут. Хоть я дорогим, по-моему, хоть дешевым. И бальзамы тоже. Мне все равно, какими мазать. Эффект одинаковый. Просто после бальзама волосы мягче все. Поэтому взяла недорогой вот такой репейный. Вроде как тоже хороший фальт. Взяла мыло с хлоргексидином. Взяла первый раз. Думаю, что нам оно зайдет. Потому что нам, имея ребенка, нужно, чтобы руки всегда были чистые, обработанные. Иногда бывает, там носик мы чистишь или пупочек. Я не знаю. Нужно, чтобы руки были чистые. Поэтому вот такое антибактериальное мыло с хлоргексидином взяла при упаковке. Вот эта серия тоже Эксперт Фарма. Две зубных пасты. Они концентрированы. Их надо очень немного сгорошить буквально. По-моему, отбеливающие. Это не надо даже. Надо прочитать. В общем, две зубные пасты. И еще моя покупка. Это вот такая термокружка от Фаберлик. Она нереально классная. Мне прям очень понравилось. Тут прорезиненное дно. Легко стоит, не скользит. И в руке удобно держать. Приятная вот эта силиконовая вставка. И красивый цвет. Как этот цвет, по-моему, назвать? Тиффани, да? Взяла я ее не для того, чтобы пить чай или кофе. А взяла ее для того, чтобы носить с собой куда-либо. В поликлинике или на прогулку. Мне нужна вода теплая. Для того, чтобы в Максимке разводить смесь. Или вообще просто водичкой поить. Чтобы вода не была холодной. Или наоборот холодной. В общем, посмотрим. В жару кружка держит холод. Если налить холодную воду. Если налить горячую, она до 8 часов держит тепло. Мне как раз целый термос с собой носить не хочется. А вот кружка будет в самый раз. Вот у нее упаковочка. Вот, даже 12 часов держит холод. А 8 часов тепло. Полностью герметично. 510 мл объем. Вот такой у меня был заказ от Фаберлик в этот раз. Как всегда, новенькие, кто зарегистрируется по ссылке под видео, получат подарки. Про подарки смотрите обязательно условия акции на последней странице каталога. Можно онлайн скачать. Для вновь зарегистрированных всегда у Фаберлик подарочки. Гуляем сегодня на тропе. Смотрите, какая красивая груша. Вся в цвету. Вообще вся полностью. Я что-то первый раз такое вижу. Чтобы вот прям облеплена была, как ватой. Как будто снегом каким-то или ватой. Не знаю. Какая красота. Прям в реале очень красиво смотрится, как на картинке. Да, вишня рядом. Да, рядом вот вишня. Вот это вот груши. Мы сюда здесь проходили. И вот тут груши падали. Прямо такая красивая. Надеюсь, у нас тоже когда-нибудь такие деревья будут. Давно гуляем. Вот жалко, если сейчас морозы будут. Минус один, минус два. Конечно, побьет эти цветочки. Что-то кошек не видно, да? Помнишь, они всегда сидели здесь. Такая толстенькая была, черно-белая. Что-то не видно их. Здесь живут. Их подкармливают часто. Красиво сейчас в лесу. Сочная такая зелень. Еще пока самый хороший месяц. Потом все это будет уже такое пыльное, высохшее. И сразу после прогулки мы поехали с Денисом в пункт выдачи Вайлдберрис. Меня там ждало две прогулочные коляски. Я заказала сразу две, но чтобы был выбор. Мы обе распаковали, достали. Полностью их собрали. И уже прямо в пункт выдачи выбирали. Вот эта коляска черного цвета. Называется Sweet Baby Charisma. Коляска просто обалденная, девчонки. Если кому-то нужна прогулочная коляска, обратите внимание. По цене бюджетная. Десять с чем-то тысяч, ну около одиннадцати. Но она просто супер маневренная. У нее регулируется просто все, что можно. Ручка регулируется под любой рост. Сиденье регулируется механически, то есть с щелчками. Подножка регулируется детская в несколько положений. Все открывается для проветривания окошки. Сиденье делается 90 градусов. Капюшон полностью закрывает ребенка от дождя и холода. У нее огромные колеса с амортизаторами. То есть она проходима. И вот вторая коляска Явола. Явола называется. Она, конечно, более такая хлипкая. У нее колеса уже поменьше. У нее подножка регулируется только в два положения. Регулировка сиденья тоже такая, знаете, не механическая. А вот нужно такой шнурочек затягивать сзади. Конечно, она отличается от харизмы в худшую, наверное, сторону. Но она обалденная в плане передвижения. То есть это коляска для путешествий. Она очень маленькая. Она очень легкая, в отличие от харизмы. Харизма весит, по-моему, 12, что ли, килограммов. Это всего лишь 8, насколько я помню. 6 или 8, ребят, брать не буду. Посмотрите. Она складывается буквально одной рукой. То есть в самолет ее можно с собой брать. И у нее еще есть такая ручка. Она везется, как чемоданчик. И вот видите, как складывается сиденье. Тут Денис как раз показывает. Но и та, и та коляска очень маневренная. И буквально одной рукой управляется. Очень мягкий ход у них. Ну, вот это вот было у нас такого бордового цвета. Потому что цветов вообще не было. Все коляски разобраны. Очень хорошие у нее отзывы. Высокая оценка на Вальдберрис. Короче говоря, я очень долго думала, какую же взять. Но победила все-таки вот эта Явола. Несмотря на то, что у нее меньше опций. Но нам нужна была коляска для того, чтобы она раскладывалась. Для того, чтобы ее возить с собой в багажнике нашей маленькой, небольшой машины и для путешествий. Поэтому выбор был сделан в ее пользу. Приехали мы опять с Денисом. С такой небольшой закупки. В принципе, нам нужно было только мясо. Купили мы мясо. Вот оно. Сейчас буду что сделать. Так. Взяли лимонады всякие. Сейчас начался садово-огородный сезон. Постоянно где-то то шашлык, то кто-то у нас бывает. Постоянно нужно бывает попить. В общем, сейчас вообще будем брать с палетками. Вот такое. Потому что всегда нужно. Масло. Увидели вот такое. Айпетри вино. На Айпетри мы были, когда были в Крыму. Поэтому решили купить Симферопольский винодельческий завод. Мы там тоже были. Ну, приезжали мимо на экскурсии. Так. Салфетки себе вот такие купила. Тут тряпочки. Хотя меня просили не тыкать пальцами. Поэтому буду вот так делать. Грибы из шампиньона. Резанная большая упаковка тоже. Сейчас будут гости. Будут салаты. Вот такой лососевый рилет с мягким творогом. Впервые увидела с творогом. Я не знаю, что это такое. Попробовать тоже на бутерброды пойдет. Такие вот для бургеров тоже сырки, вафли, хлеб. Коробка из коренов. И молоко сгущенное. Молоко сгущенное применяем в основном для чая и для кофе. Потому что я молоко вообще не пью. Но у нас оно выводится крайне редко. Поэтому у нас вот кладем в чай и в кофе вот такую молоко сгущенку. Цикорий я пью постоянно вместо кофе. Взяла вот такие вот конфеты. Как-то они называются. Зернушка что ли. Вроде хорошие, я помню. Усну. Взяла вот такой быковский яблочный мармелад бутербродный. Вот он таким пластом, как раньше было. Вообще вот эта бэковская продукция очень вкусная. Луком взяли и мармелад. Это Денис взял. Я даже не знаю, что это такое. Наверное, самса. Зачем-то он взял икру из кабачков. Тоже не знаю зачем. Попробуем. Хотя, когда я как-то один раз говорила ему, давай сделаем кабачков в куче. Попробовали даже сделать. И он сказал, фу, нам не надо такое. Я такое есть не буду. А сам взял. Фу, это странный человек. Так, сок яблочный. Это различного рода пюрешки. Так, москитная сетка. Вот такая интересная. Это как экономный вариант. Если у вас нет москитной сетки, то можно вот такую купить. Продается она в этих бюджетных магазинах. Типа, как доброцент. Как-то она крепится просто на липучке и все. Мы хотим попробовать на это лето. А потом уже сказать обычные москиты. Просто стало интересно. Стоит недорого. Мы решили купить. Так, взяли рыбу. Рыба-салат. Бокупки небольшие. Рыбешки. Тут копченая горбуша. Что еще? Что еще? Так, это все еда. Потом, значит, вот такие взяла губки впервые. Уже привыкла к своим. Но просто мы не попали сегодня в фикс прайс. Поэтому взяла такие пока. Ну и в принципе все. Еще взяла вот такие наборы игрушек. Это вообще пальчиковые игрушки. Стоят, кстати, 1400. Представляете? Вроде такой небольшой набор. Что меня радует, то что они резиновые. Резиновые полностью. Сейчас Максимка все тащит в рот. Ему, во-первых, интересно. Они маленькие. Ему удобно в ручке держать. Он их берет, рассматривает. Тянет в рот, грызет. И они так как резиновые, то как бы мне не страшно. И ему чесать зубы. У нас есть всякие прорезыватели разных фирм. Но ему это не так интересно. Он тащит в рот вот именно игрушки. Поэтому купила в такой набор. Купила себе вот такие галоши. Это необходимость в нашей деревне. Для того, чтобы выбежать. Ну вот шашлыки сделать, выгородывайте. Вот такие они. Пена уритановые. Или как они там называются. В общем, такая пенка. Я еще у них не выходила. Смотрите, такие галошки. Идеально вам как раз этих галошек. Сейчас буду готовить обед. На обед у нас рыба. Буду жарить просто без ничего. Без соли, без перца. Вот как она разморозилась, так и буду жарить. Это лосось, семга. Я не знаю, чем они отличаются. По-моему, Денис сказал семга. Но она небольшого размера была. Такая маленькая, можно сказать. Обычно жара такая большая бывает. Вот и какая-то мелкая. Нам хорошо, нам большая не нужна. Приезжали родители, привезли нам сморчков. Вот так выглядит этот гриб-сморчок, кто не знает. Вот, который я люблю больше всего. Но выглядит, конечно, наверное, не очень. В общем, пишите, варите ли вы такие грибы, ели ли, пробовали, нравятся ли они вам. Мне интересно, потому что мои вот любимые, это самый первый весенний гриб. Он еще появляется, вот когда еще вот только-только снег сойдет. Так как Денис сегодня дома, мы тут занимаемся, ну не мы, а вот, подоконники, видите, делает, наконец-то. Я вчера говорю, когда уже ты делаешь подоконники. Пластика нету, потому что у изделия, конечно, так не делается, но ладно. Пойдет. Почему мы их делаем? Потому что у нас пошла плесень. Ну, пошла не плесень. Когда потели окна, в общем, все туда натекло, затекло и пошла плесень по углам. В итоге Денис все это вскрыл, почистил. И, скорее всего, вот у нас обычные откосы, мы хотим сделать пластиковые. У нас в квартире были пластиковые, Денису не нравилось, попросил такие. Такие еще хуже получились. Ну, неправильно, там, походу, окна надо было больше. А ты там уже сделал? Там поставил, потом пену, чтобы вместе сделать, и там, и там сразу. И не надо сейчас так, как начинаешь, потому что деревяшки есть. Ой, какая разница. Уже это настолько страшно что-то снимать. Уже Денис говорит, не надо, не снимай. Сейчас комментарии будут писать, то, что деревяшки я положила. Какая разница, кто что напишет. Я уже привыкла вообще к этим комментариям. Каждому что-нибудь не нравится. Невозможно нравиться всем. Я уже это поняла. Хоть ты что сделай, все равно кому-нибудь все не понравится. Вот. Здесь, короче, сейчас обратно поставим подоконник. Потом сделаем пластиковые откосы. По-хорошему здесь все надо сбивать. Вот это вот. Я так поняла. А, кстати, я же вам не показала, как у нас теперь здесь окончательный вариант. Обувь все сюда составили. Здесь все мое. Здесь все Дениса. Здесь все Максима. Здесь тоже все мое. Так. Тут Максимкина постельная. Тут Максимкина, которую мы постоянно берем. А это полочки Дениса. Ну и Максимкины горшки внизу. Здесь сюда перевесила верхнюю одежду. Правильно мама мне подсказала, что здесь торчат рукава. Она раньше здесь висела. В общем, сейчас стало гораздо лучше. На мой взгляд. Я не знаю. Конечно, наша гардеробная вообще мало кому нравится. Все постоянно к ней придираются. То торчит, то некрасиво. То сделаете двери, то еще что-нибудь. В общем. В общем, нас все устраивает. Поэтому так она и останется такой. По крайней мере. Пока. Сейчас скушу. Скушу. Нету, Кубенька. Скушал я. Скушал ты? Да. Сейчас, сейчас. Скушу. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»